Всем привет, ребята! Меня зовут Дима и вы смотрите канал МТГ Сибирь, рубрика Арена на диване. И сегодня, наконец-то, долгожданное видео по стандарту, по стандартным колодам, а для меня, по крайней мере, долгожданное очень, после выхода выбора равники. И хочу я начать свой видеообзор с колоды Муус. Это мидрэндж комбо-колода, которая позволяет нам копировать, реанимировать и искать в нашей колоде необходимые карточки, чтобы разобраться с угрозами. Итак, давайте глянем, что у нас в колоде есть. У нас есть 4 лановарских эльфа и 3 друида покрова для мано-разгона, чтобы, так как у нас колода в основном на больших монокостах, то эти карточки нам очень-очень-очень даже пригождаются. Два отречения повторения. Это новая карточка, вышла на выборе равники. Два отречения позволяет нам отконтрить активируемую способность, а повторения скопировать существо, которое нам нужно под нашим контролем. Три квазидупликата, то же самое, что повторения, только еще с импульсом. Очень хорошая карта, на мой взгляд. Кстати, по-моему, чисто симиковская карта. Не знаю, какое она отношение имеет. По крайней мере, по своей концепции, по своей задумке и по своему арту она чисто симиковская. Три разбогатевших моряка для блока, для того, что это третий дроп, потому что если мы ищем наши колоды, то нам нужен третий дроп. И потому что он кладет артефакт, клад, чтобы мы могли быстрее прорампиться, быстрее поставить какую-то большую свою угроту. Один вор рассудка, тоже третий дроп, но более опциональный, позволяет нам таскать карточки с библиотеки оппонента по свой контроль. Два путешествия в вечность для реанимации наших существ в кладбище. Две чупакабры для того, чтобы мы могли убивать существа оппонента и блокировать. Две захватчицы заложников, для того, чтобы мы могли тырить существа оппонента. Три главных оратора Ванифара, это основное существо в нашей колоде, основное образующее существо комбу. А когда он есть на столе, он может затапаться, пожертвовать существо и найти существо в колоде с монокостом этого. Он пожертвовал плюс один. Такой вот фауно-шаман, только он, по-моему, немножечко не так работал, он нам дискаррдил карту, а вот он доставит нас жертвовать, то есть прокручивать колоду. Этакий... Раньше был окон на таких чарах. Раньше был окон на таких чарах, не помню, как он назывался. Ну ладно, не суть важна. Два мистика для того, чтобы контур спелить. По сути, это такой же мистик снэк, каким раньше играли, только он 3-2. То есть он еще может сходить в атаку на 3. Одна владыщица вампиров для генлайфа. Два биогенная слизь. Это наша основная карточка, которой мы выигрываем игру. Это основной вин кондишен. Две дряды нежных ростков, тоже самое основной вин кондишен. То есть эти 4 карты позволяют нам плодить много-много-много больших токинов и ходить ими в атаку. Один пожиратель снов, тоже очень опциональная карта для блока, допустим, за 4-3 с полетом. Либо для атаки, либо для того, чтобы мы могли убрать ненужную карту оппонента в руку его и беспрепятственно тоже сходить в атаку, либо отсрочить обилку плэнсвокера. Ну да, вот такая хорошая карта. Мулдрота. Могильный прилив. Отличная карта, лежит, к сожалению, только в одной копии, но его больше и не надо. Потому что за 6 маны 6-6 она таскает нам все, что нам нужно с кладбища в игру обратно. И так, один в урмущелье Пилака. И один гидроидный Крайзис. Вот такая колода, ребята. Колода очень интересная. На мой взгляд, мне она очень сильно нравится. Я люблю такие комбо воскрешательные колоды. Давайте посмотрим, как эта колода чувствует себя в реалиях современного метагейма. Сразу скажу, что я ее немножечко поиграл, чтобы понять хотя бы механику игры этой колоды. Я сразу скажу, что против моноредов она чубя 50 на 50. Если моноред попался какой-то супер лютый с мегацкой разачи, то, естественно, шанс нет. Унекс нет. Если у него нормальная цепельная рука, то, в принципе, у нас все шансы есть для того, чтобы устащить. Вот. Успеть законтролить стол, успеть нагенить себе хитов. Итак, давайте глянем на руку. У нас есть отречение, есть дриада, есть лановарский эльф. Черная и зеленая мана, к сожалению, нет у синей маны. Но я думаю, что нам ее подвезут, а по ней сходит первым, тем более. Стоит ли кипать эту руку? Я не знаю, если честно, ребята. Ну, давайте попробуем. Мы все-таки тестим, фанимся. Оппонент сыграл болото. Неплохо было подробовать синий сорс, но нет. Мы подробовали оратора. Это очень хорошая карта в нашей колоде. С лановарские эльфы. Что мне нравится в ораторах, это то, что для их активации не требуется ман. Вот о чем я говорил нам о карточку. К сожалению, убили у лановарского эльфа. Скорее всего, больше похоже на классический черно-синий контроль. Но только вот то, что в нем играли грибковые инфекции, я давно уже не встречал. Прямо очень давно. Передаем оппоненту. И смотрим, что же будет. Оппонента, я смотрю, не кричит так, как нас. Хорошо ему. Он даже в атаку походить не стал. Ну ладно. Давайте поставим памятник глупости. Который, к счастью, нам пришел. Но нам не хватает действительно синей маны. Как только нам дадут синюю ману, я думаю, у нас будут уже все шансы дальше что-то поделать, что-то поиграть. А, оппонент играет с флэш красный. Возможно, что это даже колоду над драконах, на никмизете. С которыми у нас, если честно, очень туго. Итак, давайте передадим ход. До сих пор синей маны у нас нету. Оппонент зато в избытке. Жалко, не может поделиться. А вот и синей маны, ребята. Давайте попробуем и поставить. И поставить... Разбогатевшего моряка. Богатевший моряк вошел в игру. Положил нам клад токена. Теперь любую карточку из руки нашей мы в состоянии скастить. Это уже неплохо. Но я думаю, что мы будем играть от руки оппонента. Вот, допустим, преображение древнейшего. Пускай. Даже если честно, не жалко. Оппонент идет в атаку. Нам дали землю. И я думаю, что есть смысл оставить ее... Потратив два хита. И попробовать сыграть... В дряду нежных ростков. В худшем случае мы останемся при токене. Попонент просит нас бросить карту. Естественно, это мы ему сделать разрешим. И сбросим квази-дубликат. Пока я не вижу ничего критичного, что оппонент смог бы нам среанимировать. С нашего кладбища. Поэтому и ограничения. Тоже не вижу смысла играть. В предназначение древнейшего на его последней фазе. Тот же нефми-зет, да? Если он начинает трансформироваться, мы брожим просто эту обилку. Так как это активируемая обилка, мы можем просто ее поконтрить. И нефми-зет уйдет не быть ее. Вот теперь смотрите, ребят. Наша дриада умирает. Поэтому, когда перерождение будет резовываться на следующей фазе, мы попытаемся его сконтрить. Если у нас это получится, все будет прекрасно. Если не получится, ну, значит не получится. Давайте поблокируем. Хватит нас пороть. Так, уже на пару. Итак, мы подробили ланварского эльфа. Давайте. Попробуем сыграть главного оратора. И передать ход оппоненту. Теперь он подробил карту. Обилка легла в стэк. Мы в свою очередь попытаемся это отречением поконтрить. Давайте выберем синюю манку. Оппонент решил нам сконтрить. И вернуть себе дриаду. Хорошо. Так, оппонент сыграл поиски асканты. Интересно, что я не наремовал. О, контерспелл. Я думаю, что нет. Хотя все возможно. В магии возможно все. Итак. Зато мы подробовали контерспелл, ребята. Это неплохо. Давайте попробуем сыграть. Захвачит у заложников. Захвачит сарезовица. Давайте. Уберем дриаду. Теперь мы пожертвуем захватчицу. Дриада должна по ней вернуться к нам. Да. Дриада вернулась к нам. А мы возьмем себе биогенную слизь. Как тебе такой оппонент? Так, давайте поставим ману наварского эльфа. Шестая мана нам не помешает. Хлоп передадим. Наши все слизи выросли. И еще мы положили токена. И еще он 3-3. Еще с благословением города. Вот так вот. Рев карнариума. Окей. Еще один рев карнариума. Окей. Следующий ход трансформируется. Его земелька. И начнет нам искать. Точнее себе искать. Давайте теперь так. Что мы хотим сделать? Что же мы хотим сделать? Я думаю, что мы снова сыграем дриаду. Снова сыграем дриаду. И исходим в атаку. А, ребята, это эльф Тина. Вот почему он вырос. Так, Асканта трансформировалась. Решила что-то себе посмотреть. Озарение химика. Ну, озаряйся химиком. А мы пока, наверное, сыграем. Путешествие Вечность. Сходим всеми в атаку. Всеми, кроме Оратора. На пять. Пожертвуем дриаду. Она к нам еще вернется. За счет путешествия Вечность. И найдем себе какое-нибудь прикольное существо. В колоде. С шестым монокостом. Ну, не знаю. Например. Мул Доту. И еще мы можем что-нибудь сыграть с третьим монокостом, да? Допустим, квази-дупликат. Ну, давайте сыграем. Не сбрасывая карту. А, нет. Извиняюсь. А давайте моряка сыграем. Почему бы нет? И ход передадим. Оппонент снова играет за арене химика. За сброс карты. Все. Так. Ход оппонента. Стирание мысли. Да, пожалуйста. Все, что ты нам скажешь, мы вернем. Вот и все. Вот так вот играет колода. Так вот играет комбо. В этой колоде. Итак, давайте сыграем еще одну. Вот так вот ряды выигрывают игру. Итак, оппонент найден. Рука, в принципе, неплохая. Не хватает, конечно, черной маны. Ну, это всегда проблема трехцветных колод. Давайте посмотрим, киплинц, где панент руку. На семи картах. Панент решил пересдать. Мы, в свою очередь, оставим пока. Панент снова решил пересдать. И одну оставил на верху. Окей, скорее всего, это монорет. Ну, монорет с таким количеством карт на руке слабо выигрывает обычно. Давайте лановарский эльф. И ход передадим. Посмотрим, что у оппонента. Панент идет в атаку. Естественно, мы блокировать ничего не будем. Да, и незачем. Чердейская молния в нас. Хорошо. Оппонент на одной земле. Прекрасно. Для нас это просто прекрасно, ребята. Давайте тогда поставим еще одного лановарского эльфа. А этим лановарским эльфом, в свою очередь, сходим в атаку. Наглеть так по полной. И ход передадим. А на следующий ход мы сможем уже что-нибудь отконтрить. Панент решил сходить в атаку. На один. И поразить критиков в нас. Хорошо. Панент, видимо, решил жарить так, чтобы прожарить, да? Ну, ладно. Давайте тогда сыграем Крайзиса на 3. Или не стоит? Стоит или не стоит, ребята? Где-нибудь один хит. Ради Крайзиса. Не, я думаю, пока не стоит. Может на 4 сыграем. Давайте просто передадим ход. И посмотрим, что будет. Оппонента есть вторая земля. Это для него хорошо. Нам бы 2 черных неплохо было бы в топ-деках. Это было бы вообще супер просто. Оппонент просто решил идти сходить в атаку. К сожалению, препятствовать мы ему не можем. В этом его благородном порыве. Да, дэмэдж. И шок, видимо. Давайте мистиком отконтрим шок. Через камолуни в стеке. Хорошо. Шок мы поконтрим. Да, действие осуществить. Ага. Еще одна земля. Смысла ее ставить? Растапанной нету. Просто давайте передадим ход. Вершина пироман входит в игру. Для нас это не страшно. Пока. Отлично. Это приободряет. Итак, первая черная земля у нас есть. Давайте сыграем Кризис. Крайсис. На... На 4. Подробуем 2 карточки. Подгейм 2 хита. Вот и 2 маны. Следующий ход мы запросто можем поставить вампира. А в этот ход пока еще будем обороняться. Оппонент, видимо, решает не ходить в атаку пока. Зато мы подробовали пила Кавурма, ребята. Что лучше, вампира или пила Кавурма? Как вы считаете? Вот и все. Оппонент решил сдаться. Ну да, для оппонента было это тяжеловатый матчап. Он смулиганился, во-первых, до 5. Во-вторых, сидел очень долго на двух землях. И хотя, несмотря на то, что он нас сжатил потихонечку, ну, выиграл не смог. И давайте сыграем последнюю игру. Посмотрим в последний раз на то, как это... Хочу предупредить. У меня сегодня небольшой штамп, поэтому, если вдруг видео отключатся в интересном моменте, ну уж, не бесуйте, пожалуйста. Заранее скажу, что если вам кого-то понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. И все в этом духе. Итак, оппонент ходит первым, но, если честно, рука-то у нас не то, что не очень, а прям совсем не очень. Прям совсем, вот совсем-совсем. Давайте перезадим. Ну, наверное... О, нормально. Теперь, теперь лучше. Теперь вдруг стало лучше. Так, черно-белый цвет. Не сулит нам, на самом деле, ничего хорошего. Вот, давайте поставим лановарских эльфов. Посмотрим, чем оппонент играет. Может быть, это новый контур. Да, это черно-белый, синий контур. Сейчас он, кстати, набирает очень популярность. Им прямо играют что-то очень многие. Давайте друида поставим. Давайте лужу поставим. Затапанный. Что-то прямо очень многие стали играть черно-бело-синим контролем. И это, если честно, раздражает немножко. Потому что я, если честно, эти контроли не люблю очень даже. Давайте просто по-честному сходим в атаку. На два. И ход передадим. Не хочу терять монодорга, при том, что у нас нет третьей земли. Итак, мы продолжаем дровать черные карты. Которые нам, ну, вообще... Хотя, атака. Еще на два. Что-то погода никуда не делает, но, по крайней мере, хоть немножечко нервирует. Оппонент подровал пятую землю. Тефари. А мы сейчас повторяем судьбу монореда. Нет, ребят, я думаю, что эту игру мы уже не затащим. Оппонент опять маны и Тефари на столе. У нас два монодорка. И две земли. Поэтому я думаю, что смысла дальше нет бодаться. Вот. Ребята, еще раз повторюсь. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, что бы вы хотели видеть, какого формата видео вам больше нравится. Мы будем стараться такие видео снимать специально для вас. Вы можете написать прямо в комментарии, какой колодой вы хотите, чтобы я сыграл. И я обязательно соберу эту колоду в ближайшем будущем и специально для вас ее оттащу. Также у нас есть группа ВКонтакте. Ссылочка будет находиться в описании. Всем пока. Пока.